Как вы думаете, если бы на самом деле выровнять позвоночник от сколиоза было бы нельзя, то стали бы десятки вузов по всему СНГ каждый год выпускать тысячами специалистов, которых обучают выравнивать спины. Нет, если бы это было невозможно, то реабилитологов и физкультурников не учили бы выравнивать спины. Я устал переубеждать каждого лично, поэтому решил один раз записать видео. Методов выравнивания спины есть огромное множество. Например, вы можете найти такие методы в этом учебнике. Вот, пожалуйста, кому интересно, можете заскринить. Открываем книгу «Основы реабилитации», автор которой преподает на кафедре реабилитации в Киевском национальном университете физической культуры и спорта. На странице 95 и на странице 509 черным по белому написано «Как выравнивать спину». Если бы спину выравнять было бы нельзя, то молодых специалистов не учили бы это делать. Если пересадить сердце нельзя, то хирургов не учат пересаживать сердце в учебных заведениях. И подробного описания, как это правильно делать, нет ни в каких учебных пособиях. Я понимаю, вы пришли к врачу, а может быть даже не к одному, к двум, к пяти врачам, в государственную поликлинику, и вам там сказали, что страшная неизлечимая болезнь, выровнять нельзя, поэтому молись, чтобы не стало хуже, смирись и живи дальше, тащи это через всю жизнь. Почему так говорят? Потому что врачи не учат выравнивать спину. Выравнивать спину учат физкультурников, учат реабилитолог. Реабилитолог – это разновидность физкультурника, который специализируется на травмированных, поломанных людях. Его задача – вернуть человека к нормальной жизни. Врач может только поставить диагноз и направить к реабилитологу, либо к физкультурнику, который будет заниматься лечебной физкультурой. Проблема выравнивания спины непроста. Для того, чтобы ее решить, нужны высококвалифицированные кадры. Нужно место, где это все будет внедряться. Нужен индивидуальный подход, много времени, сил и энтузиазма. Зачастую люди с кривой спиной просто не хотят равнять свою спину. Им по большому счету пофигу. Я не знаю, почему так, просто говорю, что я вижу в своей работе. Вот 9 из 10 людей, которые, говорят, рвут рубашку, говорят, вот хочу выровнять спину, вот буду, буду, буду. Через 2 недели он уже ничего не делает, обо всем забыл и дальше жалуется, что спину выровнять нельзя, и я такой несчастный, пожалейте меня, пожалуйста. В Советском Союзе были государственные реабилитационные центры, где занимались этой проблемой. Сейчас таких центров практически нет, но они, кстати, есть. Их мало, но они есть. Зарабатывать на этой проблеме очень сложно. Из-за чего в эту отрасль никто не хочет вкладывать деньги. А государство это не финансирует, потому что для государства это геморрой. Государственная медицина решает какие-то экстренные проблемы. Сломал ногу, получил какой-то тяжелый отжог, то есть вас подлатали, вы можете нормально жить, дышать, ходить, работать. Окей, все, идите отсюда и не приходите, пока не будете умирать. И, конечно же, врачу в государственной поликлинике проще сказать, что это страшная неизлечимая болезнь, это занимает несколько минут, чем заниматься с вами каждый день по часу, что он, кстати, не умеет делать. То есть его не учили ровнять спины. Самое мудрое, что он может сделать, это направить вас к реабилитологу. А где взять этого реабилитолога? Где те реабилитационные центры? Их нету практически нигде. Поэтому он говорит, извини, страшная неизлечимая болезнь. Плюс ко всему, сколиозники практически всегда имеют серьезные психические нарушения и зашкаливающее слабоволие. А выровнять сколиоз второй степени – это минимум 3 месяца ежедневного упорного труда по часу в день. Если говорить о третьей, четвертой степени, то там уже нужно пахать годы. И если вы не обладаете целеустремленностью и силой воли, то спину выровнять нельзя. С чем это можно сравнить? Например, пришло 100 детей на плавание. Через какое-то количество лет несколько из них получили первый разряд. Примерно так же и здесь. Чтобы добиться ровной спины, вам нужно пахать примерно на уровень первого разряда. Я могу долго перечислять все психологические проблемы, которые в 9 из 10 случаев встречаются у сколиозников, но не буду этого делать, вы, в принципе, и сами это знаете. Но совершенно точно могу сказать, что причина сколиоза в голове. Если бы у меня была возможность стоять над тобой круглые сутки и бить тебя палкой, то ты был бы у меня ровный 100%. Но так как я не могу стоять над тобой 24 часа в сутки и бить тебя палкой, потому что это негуманно, все упирается в твое желание, стремление и твою силу воли. Если ты не веришь, что выровнять спину возможно, то это невозможно. И тем, кто ко мне приходит, при этом не верит, что выровнять спину возможно, я им отказываю. Человек, который не верит, он найдет 100 причин, чтобы не сделать то, что нужно сделать. Если вы не верите в то, что спину выровнять можно, то вы не будете выполнять четко все прописанные инструкции. А если вы не будете выполнять, то не будет никакого результата. А результат можно получить, если очень стараться тщательно все выполнять на протяжении, допустим, вторая степень сколиоза, это от 3 месяцев до полугода, иногда больше. Третья, четвертая, это уже 1, 2 и более. Если вы досмотрели до этого места, и я не убедил вас, что сколиоз выровнять возможно, значит для вас выровнять его невозможно.